Всем привет, с вами Андрей Сонар. Еще неделю назад я на озере рассекал на байдарке, а теперь вот зима наступила по полной. А что это значит? А это значит, что наступает сезон твердой воды. Многие рыбаки уже открыли зимний купальный сезон. Лед пока что ненадежный, всего там 2-3-4 сантиметра. Выпал снежок, нарастание льда остановилось, но сейчас самое клевое время, так что нужно готовиться к зимней рыбалке. А в этом мне поможет катана. Любая техника требует перед началом сезона проверки. Вот сейчас я эту проверку и устрою. Собираем ось. Она может мне понадобиться, но в собранном виде быть должно. Готово. Мотопривод пока отложим. Собираем дес Ну вот как она собрана, можно отправляться в путь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не, я все-таки хулиган и безобразник. О, блин, лед никакой. На такой лед выходить нельзя. Где-то в новостях говорили, что выход на лед запрещен. И правильно сделали, потому что лед никакой. Два-три сантиметра шьется палкой. Но никто не говорил, что на лед выезд запрещен. Погнали. По трехсантиметровому льду. Музыка. 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 Аминь. Проверяем лед, где я только что проехал. Раз насквозь, два насквозь, три насквозь, четыре насквозь. Комментарии, я думаю, излишни. Я все-таки не удержался и прокатился на катане по водоему с абсолютно неокрепшим льдом. И в связи с этим у меня очень важное замечание для будущих владельцев катаны. У катаны очень маленькое давление на поверхность. То есть она может проехать по самому тонкому льду, полтора-два сантиметра, преспокойно и даже не провалится. Но здесь кроется чудовищная опасность. Вы, конечно, можете заехать на катане над самый тонкий лед и очень-очень далеко. Но как только вы решите катану прямо там на льду покинуть, например, пойти рыбу ловить, то первый ваш шаг может сразу же закончиться купанием. Поэтому, во-первых, никогда не заходите и не выезжайте на лед, в котором вы не уверены. Во-вторых, если вы ходите из катаны на водоеме, обязательно проверяйте пешней толщину льда. Пешня должна быть с собой всегда. Пробили с одного удара, выходить нельзя, ноги в руки, мотор заводим и едем на берег. Пробили с двух ударов. Выходить условно можно, но очень-очень осторожно. И если вы не весите больше 80 килограммов. Если лед не берется с трех ударов, то это уже достаточно надежный лед. Это я говорил про первый монолит при минусовой температуре. С весенним льдом все гораздо сложнее. Вы можете на достаточно прочный и толстый лед с утреца заехать, а днем он уже под солнышком превратится в кашу. И тогда придется осваивать греблю веслом. Так что со льдом не шутите. И не повторяйте такие трюкачества, которые я устроил сейчас. Лед абсолютно непроходимый. Продолжение следует... Ну а теперь поудивляем автолюбителей переездом лодки через улицу. Субтитры делал DimaTorzok Приехали! Вот видите, вся катана такая легкая, что ее можно спокойно поднимать и переносить, если это требуется. Сейчас я ее буду разбирать и пойду домой. С вами был Андрей Санар, всем пока!